И всем привет, ребят! С вами Стрвак, и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня вместе с вами мы обсудим вчерашние проблемы и о том, что нас ждет в будущем, исходя из того, что у нас вчера уже произошло в игре. А произошли у нас определенные неработы серверов, лаги, ддосы. И по моим наблюдениям и по моим ощущениям, это только лишь начало. Если вы ждали подобного рода видеоролик, где мы обсуждаем проблемы, лайки, ддосы и прочее, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танк-коинов. Буквально через неделю уже будут его итоги. Для этого настройка игры в аккаунте, что на тему лично, так, так, тимпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо вчерашнего дня, то все у нас началось с неработы мобильной версии игры. На протяжении полудня мобильная версия игры полностью не работала. И многие думали, что это просто какие-то технические работы, и что-то там вдруг поломалось, да, и что-то чинят. И потом будет компенсация. Но по итогу у нас мобильная версия полудня не работала. Потом вдруг резко мобильная версия заработала. И я в тот момент стримил. Начались проверочные дедос атаки. Игра начала работать с перебоями. Начались самые настоящие проблемочки. Да, потому что, ну, вы знаете, как работает игра при дедосах. Постоянно все падает. Невозможно загрузиться обратно. Но он был не суперсильный. Да, то есть не полностью сервера лежали. Можно было прогружаться. Можно было забирать даже какие-то бабосики. Да, которые при лагах там, когда игроки вылетают, можно подсобирать вкусненькие. Да, ну если вы понимаете, как это, конечно, дело работает. Если вы не понимаете, то просто прогружаетесь постоянно и ничего у вас не работает от слова совсем. Ну и вечером под турнир. У нас вчера должен был быть матч за третье место. Дедос атаки опять вернулись в игру. И дедосер, по сути, не дал провести нормальный турнир. Сегодня у нас, по сути, должен быть опять матч в 8 часов вечера. Но что-то мне подсказывает, что все может быть в том же самом виде. Так как компенсации до сегодняшнего дня никакой нету. Информации, но на официальном сайте по поводу проблем вообще никакой нету. Да, то есть о том, что игра там, например, работает с перебоями, либо еще что-то в этом духе. Нет инфы никакой от слова совсем. Но более чем я уверен, что Орех уже об этих проблемах знает. И о том, что дедосер вернулся, он тоже знает. И старается уже, как говорится, залатать дыры, которые в очередной раз появились. Как они появляются? В моей голове пока что это не укладывается. Потому что у нас уже стоят опять новые сервера. Так как пинк у нас поменялся. Стоит, как я понимаю, новая защита. Но прошло время и дедосер снова до нее добрался. И снова у нас в этом плане начинаются проблемы. Что касаемо компенсации за неработу вчерашней мобильной версии. За дедосы, которые вчера начались. Все это должно накапливаться. Так как пока что игра то работает, то не работает. Работает, не работает. То есть разработчики должны решить проблему. Изначально решить проблему. Чтобы потом уже как-то компенсировать нам. Последние компенсации были с премкой. Даже с минимальным количеством танкойнов. Соответственно в этот раз все тоже в этом плане будет. Если проблемы продолжатся. Проблемы появятся. И разработчики выкатят пост. О том, что они сами подтверждают, что эти проблемы есть. Пока что они это не подтвердили. То есть пока что они то ли делают вид, что якобы все работает четко. То ли просто не хотят как-то реагировать на те действия, которые предпринимает дедосер. То есть как будто бы сейчас все контролируется. И у дедосера ничего не получается. Хотя, как по мне, война дедосера против орехов уже началась. И дедосер уже ведет 1-0. Так как вчера киберспортивный турнир был перенесен и прекращен. В связи с тем, что у нас как раз таки игра не работала стабильно. Надеюсь, что сегодня уже все будет работать хорошо. Но что-то мне подсказывает, что так быстро такие проблемы не решаются. И что нас, что ореха ждут очень интересные новогодние праздники. Которые дедосер будет пытаться помешать. Ну и орех, вместо того, чтобы отдыхать на новогодних праздниках. Будет вынужден работать и стараться решить проблему с дедос атаками в нашей игре. Так как вы понимаете, что ресурсов не супер много у игры в этом плане. Ну и супер какой-то жесткой защиты, наверное, от нового дедоса точно не стоит ждать. Поэтому посмотрим, чем эта вся ситуация закончится. Хотелось бы верить, что все будет работать стабильно, без лагов, без проблем. Но я знаю, что когда такая темка начинается, она так просто не заканчивается. И пока что у дедосера только лишь какие-то пристрелочные моменты пошли. И все это готовится именно к новогоднему ивенту и празднику, который стартанет уже в следующую пятницу. Ну по моим именно ощущениям. Я не знаю, как оно на самом деле будет, но это лишь мои ощущения и то, как я вижу. Поэтому вам терпение, не горите, не бомбите, не негативьте. И оно того точно не стоит, потому что я уверен, что пытаются решить эту проблему. И уже на протяжении двух лет эта проблема появляется периодически. И со временем она, конечно, решается, так как это не просто какая-то вещь. Ну и вы спросите, да, почему нельзя было решить все и на 100%. Ресурсов не супер много у игры. Это раз. Два. Человек, который этим занимается, который пытается насолить игре, постоянно тоже увеличивает свой навык в этом плане. Да, и находит новые пути, чтобы помешать игре. Поэтому не горите. Ждем компенсацию, ждем новостей по этому поводу. Ну и надеемся на то, что все это дело в ближайшее время не будет нас беспокоить. И мы сможем комфортно проводить время в нашей игре. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если он вам понравился. Если вы надеетесь на вкуснейшую компенсационочку. Потому что в моем плане, в моем посыле, главное это, конечно же, компенсация. Потому что я за нерабочие сервера, за нерабочую мобилочку, жду вкусняшки, жду танкоинчики, ждю премочку, да, которая бы мне очень неплохо пригодилась. То, что я люблю забирать халявны. Ну и уже на этом фармить по полной программе. Поэтому обязательно проявляйте максимальную активность, чтобы компенсация как можно быстрее была у нас. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.